Здравствуйте, Давид. Хочу рассказать свою историю о ребенке. В общем, родился у нас здоровый Миш, ну, как нам казалось. До года вообще никаких проблем не было. Родневался по возрасту, мы были довольны, вообще никаких проблем не было. Гуления были, то есть по возрасту все как нужно. Потом в год мы поставили прививку «Кот паратит красоты». И после этого у нас, мы как бы особо и не говорили, но были некоторые там слоги, которые ребенок повторял. Ням-ням, ай-яй-яй, хлопание в ладоши, топание ножками, когда ему говорили, он повторял. Пока-пока махал, потом это все исчезло после прививки. То есть когда ребенок перестал учиться чему-то, но мы стали проблемой с пониманием речи, плохо стал отзываться на имя. Нет, у нас его и не было указательного жеста, то есть его никаких ничем никак не привлекает наше внимание. Есть игры у нас странные. Это там взмахи руками, ну, это как бы не играть, наверное, эсфемиляция называется. Когда мы смотрим мультик или чему-то рады, мы машем руками, но это как бы стало реже, было чаще. Сейчас редко. На носочках периодически ходили, тоже эти симптомы как-то подуменьшились. Ну, появились вот удары головой, что-то мягкое, то есть наши ноги там, ну, то есть выше колена он подходит, так вот стукается головой. Потом двери мы закрываем, открываем часто. Ну, потом, что у нас еще такое тренинг? Ну, вот ковер закручивается, лежит, то есть игры у нас вообще происходит лежа. Очень много предметов раскручивает, то есть машинки колеса. Машинку может перевернуть на крышу и крутить ее, то есть вообще предметы любят раскручивать. Вот, но привязанности к какой-либо конкретной там игрушке или к какому-то предмету нет. В принципе, ребенок спит хорошо, спокойный, но... Единственное, если ему что-то запрещаешь, говоришь нельзя, он плохо реагирует. То есть у нас, в общем, нет понимания речи, нет речи, то есть ни мама, ни папа, даже элементарных слог у нас нет, но есть и сейчас появились слоги. Вот. В общем, вот такие вот проблемы. Я подозреваю, что, возможно, у нас есть аутизм, но врачи пока, в силу его возраста, говорят, что мы не наблюдать пока они у нас. Продолжение следует...